Вот так выглядит вспышка на Солнце. О, завораживающее зрелище. Но какие последствия мы можем испытать на Земле? Ведь до нас замечательно доходит свет и тепло. Значит, и сила взрывов? Я расскажу про то, что происходит с Солнцем, как это сказывается на нашей повседневной жизни, от болезней до психологического состояния и мировых войн. А в конце вы узнаете, когда Солнце и вовсе перестанет существовать, согласно расчетов НАСА. Смотрите до конца. И первое, про что сразу хотелось бы рассказать, это странные пятна на Солнце. Откуда же они берутся? При исследовании Солнца обнаруживаются маленькие темные участки на его поверхности, размеры и расположения которых сильно варьируются. Эти странные пятна чаще всего находятся в районах вокруг экватора и формируются из-за взаимодействия солнечной плазмы с магнитными полями. Эти участки отличаются более низкими температурами по сравнению с окружающими их, достигая около 3527 Цельсий, что на 1727 Цельсий холоднее, чем в других местах Солнца. Да уж, несмотря на это, одиночное пятно может светиться в 10 раз ярче, чем полная Луна в ночном небе. Эти пятна кажутся маленькими на фоне огромного Солнца с диаметром в 1392 миллиона километров, занимая менее 4% его видимой поверхности и по размеру сопоставимы с Нептуном. Но почему же они то появляются, то исчезают? Срок их жизни обычно не превышает несколько недель. Солнечная активность меняется каждые 11 лет и достигла своего пика еще в 2013 году после начала цикла в 2008 году. В ноябре 2014 года было зарегистрировано самое большое солнечное пятно, сравнимое по размеру с Юпитером, несмотря на общий низкий уровень солнечной активности. На текущий момент Солнце опять входит в свою активную фазу. Поэтому на 2024 год прогнозируют большое количество солнечных вспышек и магнитных бурь. Стоп, но что это вообще такое, если говорить понятным языком? Солнечные вспышки – это обычные перепады температуры. Сильные магнитные поля в районах формирования солнечных пятен могут вызывать вспышки, которые при этом сопровождаются огромным высвобождением энергии, превосходящей мощность миллионов водородных бомб. Во время таких вспышек температура короны Солнца, его внешнего слоя атмосферы, может достигать нескольких миллионов градусов Кельвина, а в некоторых случаях температура газа в короне увеличивается до 10 или даже 20 миллионов Кельвина. Иногда даже до 100 миллионов. По информации от НАСА, выделение энергии в ходе одной солнечной вспышки сопоставимо с детонацией миллиона ста мегатонных водородных бомб. Неудивительно, что это докатывается и до НАСА. Мощные вспышки могут серьезно повлиять на Землю, вызывая радиационные бури в верхних слоях атмосферы и нарушения в радиосвязи. Вспышки средней силы иногда приводят к временным сбоям в радиосвязи в полярных областях и могут вызвать легкие радиационные бури. Но отдельно хотел бы коснуться и корональных выбросов массы. Это очень интересное явление. В период солнечных вспышек аккумулированная магнитная энергия в активных зонах Солнца преимущественно превращается в электромагнитное излучение. При корональных выбросах массы эта энергия используется для ускорения вещества на поверхности Солнца. Как и в случае солнечных вспышек, корональные выбросы масс усиливают уровень радиации в верхних слоях атмосферы Земли, что оказывает влияние на космические аппараты и радиосвязь. Отличительной чертой корональных выбросов является то, что они несут с собой заряженные частицы, взаимодействующие с магнитным полем Земли. Эффекты такого взаимодействия зависят от множества факторов, включая объем, скорость и магнитные свойства этих частиц. Но частенько у нас они проявляются в виде магнитных бурь и полярного сияния. Сейчас расскажу чуть подробнее и про это. Все защитные слои подвержены воздействиям, даже те, которые окружают нашу планету. Когда Солнце спускает особенно интенсивный поток частиц, достигая Земли, они взаимодействуют с ее магнитным полем, вызывая его колебания и даже дрожание, что и является основой магнитной бури, также известной как геомагнитная буря. Сила такого воздействия на магнитосферу Земли связана с уровнем солнечной активности, следующей 11-летнему циклу. 4 года роста активности и усиления солнечного ветра, за которыми следует 7 лет постепенного затишья. В периоды пиковой активности Солнце демонстрирует учащенные и мощные вспышки и выбросы массы, что происходит редко, примерно дважды в столетие. Первая зафиксированная солнечная вспышка от 1 сентября 1859 года вызвала одну из самых сильных известных геомагнитных бурь, приведшую к масштабным нарушениям в телеграфной связи и полярным сиянием, видимым даже в тропических широтах. На текущий момент мы подошли к пику очередного цикла, именно поэтому последние месяцы так часто слышим про сильнейшие магнитные бури. Хорошо, с бурями разобрались, но что такое полярное сияние? Откуда берется эта безумная красота? Хотя мы не чувствуем колебания магнитного поля Земли, мы можем наблюдать впечатляющее оптическое явление, связанное с магнитными бурями – полярное сияние. Правда, завораживает. Это сияние появляется в полярных регионах, когда космические частицы, двигаясь по силовым линиям магнитного поля Земли, которые почти вертикально входят в атмосферу на этих широтах, попадают в нижние слои атмосферы, словно скользя по ним вниз. Это безумно красивое явление происходит благодаря заряженным частицам, проникающим в атмосферу Земли в полярных регионах и взаимодействующим с атомами газов, такими как азот и кислород. При столкновении частицы передают энергию атомам, которые затем возвращаются в нормальное состояние, излучая при этом фотоны – частицы света. Этот процесс создает яркие полосы, столбы и петли в небе, окрашивая его в зависимости от поглощенной энергии в зеленые, коричневато-красные, красные или синие цвета. Мой личный опыт наблюдения северного сияния говорит о том, что вживую оно кажется даже намного ярче и, соответственно, впечатляюще, чем на фотографиях или видео. Поэтому я абсолютно уверен, что хотя бы раз в жизни это надо увидеть собственными глазами. С ростом зависимости от современных технологий и электрических сетей увеличивается и уязвимость перед магнитными бурями. Но почему? Расширение использования спутников и чувствительной электроники, а также удлинение линий электропередач усугубляют потенциальный ущерб от магнитных возмущений. В них переменный ток создает вокруг себя магнитное поле, которое влияет на ионы в воздухе, создавая так называемые паразитные токи. Обычно они не представляют большой проблемы, но во время магнитных бурь их активность может значительно возрасти, что угрожает перегревам и повреждениям оборудования. Системы релейной защиты предназначены для предотвращения таких сбоев, но сами могут оказаться уязвимыми во время магнитных бурь. Чтобы минимизировать риск ложных срабатываний релейной защиты, применяются системы, преобразующие переменный ток в постоянный, что предотвращает образование паразитных токов. Дополнительные меры защиты, такие как молнииотводы, способствуют отведению электрических зарядов в Землю. Особенно это актуально в условиях Арктики, где другие условия могут влиять на эффективность таких систем. Несмотря на потенциальную угрозу от магнитных бурь, существующие меры защиты позволяют надёжно защитить электрооборудование даже в самых северных регионах. Магнитные бури представляют не только угрозу, но и потенциальный источник энергии, особенно для отдалённых районов, где доставка топлива затруднена. Электрический ток, возникающий в проводящих контурах во время магнитных бурь, может быть преобразован и использован для зарядки аккумуляторов. Это открывает перспективы для использования энергии магнитных бурь в качестве альтернативного источника питания в труднодоступных регионах. Хотя на текущий момент это остаётся дорогостоящим и технически сложным решением, требующим дальнейших исследований и разработок. Но если есть бесплатная энергия, то почему бы ей не воспользоваться? Но как солнечная активность и магнитные поля влияют на живых существ? Наука подтверждает, что магнитное поле Земли оказывает прямое воздействие на живые организмы, которые не только реагируют на электромагнитные поля, но и способны генерировать их самостоятельно. Исследования в области биофизики и медицины показывают благотворное влияние магнитного поля на кровеносную систему, улучшая состояние сосудов, облегчая перенос кислорода и доставку питательных веществ по организму. Но в случае с солнечными бурями работа магнитных полей нарушается, отсюда и дискомфорт у многих людей. Александр Чижевский, выдающийся российский биофизик, на основании обширных статистических данных выдвинул теорию о значительном влиянии геомагнитных бурь на здоровье человека, связывая их со вспышками различных эпидемий, включая чуму, холеру, дифтерию, грипп, менингит и возвратный тиф. В Ереванском медицинском институте проведенные исследования подтвердили влияние возмущений магнитного поля на уровень заболеваемости инфарктом миокарда. Оказалось, что во время магнитных бурь и в течение последующих двух дней резко возрастает количество обращений пациентов сердечно-сосудистыми проблемами, а также число летальных исходов. Обычно реакция организма на изменение магнитного поля Земли происходит с задержкой примерно на одни сутки после начала магнитной бури. Также было установлено, что геомагнитная активность оказывает воздействие на кровеносную систему. Даже при бурях средней интенсивности наблюдается увеличение свёртываемости крови в 2,5 раза и ускорение скорости оседания эритроцитов, что увеличивает риск образования тромбов. Воздействие магнитного поля на человека уникально и отличается от других типов воздействия, таких как химическое, тепловое, радиационное и электрическое. В то время как мышечная и кровеносная системы могут до определенной степени защищать организм от нежелательного электрического тока и радиация может быть частично поглощена наружными слоями тела, магнитное поле проникает и влияет на весь организм в целом. Исследователи из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук считают, что магнитные поля воздействуют на организм в ультра-низком диапазоне частот, которые соответствуют основным физиологическим ритмам организма, включая сердечный ритм, мозговую активность и дыхание. Примечательно, что частоты так называемого резонанса Шумана, усиливающего электромагнитные шумы в атмосфере, совпадают с частотами мозговой активности. В отличие от других воздействий, магнитное поле может не ощущаться человеком напрямую, но его организм, тем не менее, реагирует на такое воздействие. Это проявляется в функциональных изменениях в нервной и сердечно-сосудистой системах, а также в изменении мозговой активности. Но помните, я говорил про влияние солнечной активности на человеческую психику? Психиатры выявили корреляцию между усилением магнитного поля Земли и обострением психических расстройств, иногда ведущих к суицидальным действиям. Келли Познер, выдающийся психиатр из Колумбийского университета в США, предполагает, что причиной тесной связи между геомагнитными бурями и психологическими нарушениями может быть нарушение циркадных ритмов, естественных циклов биологической активности организма длительностью примерно от 20 до 28 часов, а также сбои в выработке мелатонина. Мелатонин – это гормон, вырабатываемый шишковидной железой, эпифизом, играющий ключевую роль в регуляции суточных ритмов. Геомагнитные бури, воздействуя на внутренние биологические часы, могут вызывать деструктивные изменения, способствуя развитию депрессии и увеличивая риск суицидального поведения. Британские исследователи также обратили внимание на связь между геомагнитной активностью и нервно-психическими расстройствами, подтвердив эту закономерность в ходе исследований, охвативших около 40 тысяч пациентов. Петр Василик, доктор биологических наук, выявил, что во времена усиления магнитного поля Земли рост человека замедляется. Сегодня, когда магнитное поле планеты ослабевает, Василик связывает этот факт с акселерацией, ускоренным ростом и развитием современных людей. Японский ученый и врач Киочи Накагава также высказал мнение, что ослабление геомагнитной активности может быть причиной множества недугов, включая проблемы со сном, аппетитом, снижение иммунитета, склонность к заболеваниям, проблемы с суставами, кожей, мочеполовой системой, нервозность и общую утомляемость. Он назвал это явление синдромом дефицита магнитного поля. Кроме того, дефицит магнитного поля может возникать искусственно в условиях, когда человек находится в изолированной среде, например, в космическом корабле или подводной лодке, где магнитное поле экранируется. В таких ситуациях у людей были замечены существенные нарушения в работе организма, в том числе снижение метаболизма и уменьшение количества лейкоцитов, что может привести к появлению симптомов различных заболеваний. Ну и конечно, я обязан рассказать вам про очень интересную науку – геобиологию. В юности, в возрасте 17 лет, Александр Чижевский сделал неожиданное открытие, когда Европа переживала Первую мировую войну, а его отец, полковник артиллерии, участвовал в боевых действиях. Юноша с интересом отслеживал ход войны на карте, одновременно увлекаясь астрономией и ведя записи об изменениях в небесной сфере. К его удивлению, он обнаружил связь между увеличением числа солнечных пятен и активизацией боевых действий на Земле, что позволило ему предположить влияние Солнца на земные процессы. После глубокого изучения статистических, точных и исторических наук Чижевский обнаружил, что солнечная активность, изменяющаяся по 11-летнему циклу, совпадает с крупными историческими событиями. Это подтверждало его теорию о том, что Солнце влияет не только на природные процессы, но и на человеческую историю. Далее в домашней лаборатории он продолжил изучение воздействия солнечной активности на микроорганизмы и обнаружил, что бактерии, вызывающие дифтерию, меняли цвет перед солнечными вспышками, что еще раз подтверждало его теорию. Сегодня идеи Чижевского о влиянии Солнца на все живое получили широкое признание, а особенно в контексте наблюдаемого увеличения заболеваемости и аварий во время магнитных бурь, вызванных солнечной активностью. Это подтверждает глубокую связь между солнечной активностью и здоровьем, поведением и историческим развитием человечества. Согласно исследованиям НАСА, через 5 миллиардов лет жизненный цикл Солнца подойдет к концу, и оно превратится в красного гиганта, прекратив выделение тепла через ядерный синтез. Это изменение приведет к расширению внешних слоев Солнца, которые поглотят ближайшие к нему планеты, включая Меркурий и Венеру, и окажут воздействие на Землю, уничтожая ее магнитное поле и атмосферу. Ученые также предполагают, что за миллиард лет до этого события увеличение солнечной активности на 10% приведет к испарению океанов на Земле, что сделает нашу планету непригодной для жизни. Мередит Джойс из Австралийского национального университета также утверждает, что с приближением к концу своего жизненного цикла Солнце значительно увеличится в размерах и потенциально поглотит Венеру, Меркурий и, возможно, даже Землю, после чего сожмется в белого карлика. Наблюдения с помощью телескопа Хаббл позволили астрономам изучить будущее планетной системы, анализируя белые карлики и обнаружив в пылевых дисках, окружающих некоторые из них, элементы, составляющие большую часть массы Земли, что свидетельствует о возможном будущем нашей планеты в космическом масштабе времени. Солнце не только светит и согревает все живое, но и значительно влияет на нашу жизнь через магнитные поля и излучение. Именно поэтому тысячи людей по всему миру активно следят за ним. А по новостям мы слышим предупреждения про повышенную солнечную активность. На этом все, спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok